Кто точно не будет слушать ее бред, так это российский программист, который прячется от мобилизации в лесу. Судя по новостям, я так думаю, что я буду здесь Новый год встречать. Он спит в палатке, имеет солнечные батареи и собирает дождевую воду, чтобы помыться и попить. Завтрак вот так выглядит. Это каша овсяная, чернослиз, гущенка, кипяток. О своей жизни в России он высказывается не так радостно, как делают это пропагандисты. Блин, ну это вроде как моя жизнь, но почему моей жизнью кто-то распоряжаться должен настолько? То есть иди на войну, воюй непонятно за что. В лесу он продолжает работать удаленно. Офис и дом у него теперь в палатках. Вот как я хожу из своего, так сказать, ночлега в сторону офиса. Они у меня разделены. Там не очень с погодой. Если дует ветер, там довольно противно находиться, но зато есть интернет. Вот. Сейчас солнышко. Вот такая история у меня. Три минуты идти. Вот такая она свобода и демократия в России.